Если вернуться на поле боя, на фронт. Институт изучения войны написал, что битва за Херсон не закончена, мы об этом уже поговорили, но они сказали такое, что российские войска вступили в новую фазу. В какую фазу может вступить Россия? Неужели у них уже нет возможности, есть еще какие-то возможности воевать? Какие силы, где они берут? Ну людей, ладно, понятно, а технику? Им же надо подготовиться. Путин, видимо, просит переговоров, ему нужна пауза. Разве способна сейчас Россия наступать полноценно еще на каких-то территориях? Ну смотрите, под фазой можно многое понимать. Например, попытка заморозить конфликт и клянчить переговоры, это тоже фаза войны. Потому что у них на минуту эта фаза была постоянное наступление. То есть они уже три месяца пытаются, больше трех месяцев, больше трех месяцев такое в лоб захватить Бахмут, например. А сейчас, допустим, они перейдут в новую фазу, то есть окончательно в глухую оборону. Ну, например, это вполне и это может иметься в виду. Плюс, да, у них просто там, в Херсоне конкретно, большой город, нужно понимать, и удержание этого города, это большие силы на это тратились. Плюс все эти степи там, все эти остальные населенные пункты. Если у них получится вывести большую часть группировки, это высвобождение морпехов, ВДВшников, профессиональных военных. Это много батальонов, это тысячи солдат, которые можно задействовать где-нибудь на белорусском направлении, Северный фронт, на том же направлении на востоке Украины и так далее. Вот поэтому, и, конечно же, задействовав этих людей, вот это и есть открытие какой-то новой страницы в этой войне. Как думаете, сейчас угроза есть? Нужно бояться? Понятно, что сейчас готовится в Украине. Говорят наши военные, что полностью готовы, если вдруг Россия будет наступать. Но в случае чего Путин может все-таки начать наступать опять же в сторону Киева? Ну, бояться точно не нужно. Пусть русские и белорусы боятся, вот. А угроза, да, она есть, она существует, конечно же, вероятность есть. Она невысокая, но она есть. Просто я напомню в очередной раз, я уже много раз это говорил, что армия не работает черными белыми. Нападут, не нападут, пойдут, не пойдут. А так не работает. Все абсолютно рассматривается в диапазоне рисков. От 1% до 99% и так далее. Поэтому вероятность, она на данный момент, вот у нас в сегодняшние дни, она невысокая, но она есть. Поэтому, кстати, Украина готовится. Если бы не было вероятности, зачем тогда укрепление под Киевом готовят? Зачем Украина держит свои силы в центре и на севере страны? Почему разрабатываются планы? Почему украинские генералы об этом говорят и так далее? Если бы не было вероятности, значит она есть. Просто она невысокая. Есть мнение, что они подготовятся максимально к весне. И к весне могут реализовать этот сценарий. Ударить на Волынь в том числе. Не обязательно на Киев, кстати. Почему-то часто говорят, что на Киев пойдут. Для Киева нужна очень большая группировка. Вам для Киева нужна очень большая организованная группировка. Силами армии Беларуси, даже при поддержке каких-нибудь мобилизованных из России, нет. Это не то, что вам поможет взять Киев, даже окружить его. А вот попробовать где-нибудь там на Волынь продвинуться, да, почему нет. Вот. То все эти сценарии кинштаб рассматривает на полном серьезе, готовятся, понимают. Кстати, освобождение Херсона, это важно очень. Она же высвободит не только силы России, которые там смогут отойти и выйти, но и украинские силы. Потому что там довольно большие наши силы участвуют. Они будут переброшены куда, украинские силы? Конечно же, и на восток, и на запорожское направление, и в том числе на север. Много пленных удерживает, да, там это тоже понятно. Что ж, будем смотреть, что там будет в Херсонском направлении. Каждую секунду буквально приходят новости, и много неподтвержденной информации, что новый, новый населенный пункт освобожден. Но мы ждем официальной информации от генштаба. В завершение я бы хотела вас такое спросить. Увидела я заявление генерала Марка Милли, который сказал, что более 100 тысяч российских солдат были убиты и ранены. Плюс-минус у нас такая же статистика. Но он сказал, что то же самое, вероятно, относится и к украинской стороне. Мол, много человеческих страданий. Следует же затем заявление Зеленского. Он сказал, что да, потери есть, но все же Россия понесла в 10 раз больше потерь, чем Украина. Можете сказать, что генерал Милли ошибается? Ну, смотрите, не моя компетенция говорить, что генерал Пентагона ошибается, к сожалению. Нам просто бы очень хотелось это услышать. Конечно, несомненно, мне бы тоже хотелось. Я просто могу сказать другое. Я могу сказать, как расшифровать то, что он сказал, потому что трактуют в СМИ не совсем верно. Если дословно, я читал на английском оригинал текст, он сказал, что погибло, точнее потери. А потери, я напомню, это и раненые, и погибшие, и пленные, и пропавшие без вести, и дезертиры. То есть это вообще очень много разных факторов учитывается. Не только раненые и погибшие. Так вот, больше 100 тысяч, он сказал, а не 100 тысяч, а больше 100 тысяч. Больше 100 тысяч, это 110, и 120, и 150. Это очень разные цифры. Это, во-первых, а когда он сказал про Украину, он не сказал, что тоже 100 тысяч, он сказал, что имеется в виду большие потери. То же самое видим страны Украины, то есть большие потери имеется в виду. Имеется в виду, что возможно приближается. Теперь как можно расшифровать эти цифры про 100 тысяч? Смотрите, соотношение всегда погибших к раненым, оно разное. Это зависит от многих факторов, естественно, медицинского обеспечения и так далее. В России соотношение погибших к раненым это 1 к 3. То есть на одного погибшего есть 3 раненых. То есть если у вас погиб один, у вас есть 3 раненых, то есть потери ваши 4 будут. В Украине соотношение потери это 1 к 5, к 6, к 7 даже. То есть вообще в Украине очень хорошо налажена медицина. Украина воюет на своей земле, у нас за спиной стоят наши города с обеспечением. Плюс нам помогает НАТО, Запад и не только нам. Израиль полевые госпиталя в первые дни войны разворачивался. 6 тысяч человек он вылечил на минуточку, это немало. То есть медицинское обеспечение и спасение украинских раненых, оно несравнимо лучше. Теперь смотрим так. Допустим, если у нас, мы рассматриваем такую вероятность, что у нас 80 тысяч, допустим, потери общие. 1 к 3, это означает 20 тысяч будет у нас убитых и 60 тысяч это будут раненых. Суммарно это 80 тысяч потери. А если у нас 1 к 7, то до 80 тысяч потерь у нас будет 10 тысяч убитых и 70 тысяч раненых. Потому что меньше гибнет, больше человек получает ранения и, естественно, их получается спасти. Они останутся живыми. Мы понимаем, что разница есть огромная в погибших. 20 тысяч погибших и 10 тысяч погибших. И они просто так называют цифру 10 тысяч и цифру 80 тысяч, потому что это последнее официальное заявление, которое гибстаби Украины заявлял и украинские официальные лица. Это было еще летом. Очевидно, просто по логике, что потери больше уже, вот выше. Но мы должны понимать, что это не зеркально происходит. Просто у них соотношения к раненым меньше. Поэтому у них именно погибших, то есть убитых намного больше, чем со стороны Украины. Когда Зеленский говорит, да, у них больше этих погибших, он именно это имеет в виду. Намного больше. Потому что мы большую часть наших людей спасаем в силу того, что у нас намного лучше медицина, обеспечение и так далее, и так далее, и так далее, чем у них. У них это все на отвратительном, ужасном уровне. Про это много уже было сказано и опубликовано и так далее. Вот именно так нужно понимать эти слова того же генерала Миви. Если мы допускаем, когда он сказал, что больше 100 тысяч, у них 150, допустим, а Украина, он сказал, что это высокая цифра, близкая, скажем, 80 или 90, просто, опять, это с пропавшим без вести, украине 7 тысяч пропавших без вести на минуточку, так что это немало, они тоже вход в эту цифру. Вот, тогда эти цифры становятся плюс-минус адекватными, вот, и генерал Мили никого не обманул. Он не сказал, что это зеркально, он не сказал, что буквально то же самое. Просто нужно эти цифры расшифровать правильно. Субтитры создавал DimaTorzok